Только что у нас закончился семинар по сетям 2030. Почему это не рядовое событие? Почему на него надо обратить внимание, причем особое внимание, в условиях развития связи, являющихся основой цифровой экономикой? Это первый семинар в Российской Федерации по сетям 2030. Он о том, какие сети будут в 2030 году. Это вроде бы кажется, что очень далекая перспектива. На самом деле осталось всего 11 лет. И сегодня закладываются основы построения таких сетей. Какими они будут? У нас есть уже отдельные работы в Российской Федерации. Но на самом деле понимание в мировом сообществе только формируется. Мы, конечно, вносим свой вклад. Это очень приятно. И очень важно, что именно Институт имени Борис Бруевича выбрали своей площадкой ведущие ученые мира, чтобы обменяться мыслями, впечатлениями, достижениями о том, какие же эти сети будут. Почему это еще очень важно? Чем эти сети, которые закладываются уже сегодня, отличаются от традиционных, теми, которыми всю жизнь пользовались? Пользовались люди. В основном. А в этих сетях, в сетях связи пятого поколения, которые сегодня являются основой этих сетей 2030, основные пользовались не только мы с вами. Это и роботы, и машины, и так далее. Мы переходим на новый уровень. А в этих условиях нужны совершенно новые требования. Они уже сформулированы. В традиционных сетях задержка составляет 100 миллисекунд. Это чисто наш связистский термин. Ну, понятно, цифра 100, да? А в этих сетях задержка будет составлять 1 миллисекунду. Этот семинар, который прошел в Бонсбурге, еще раз очертил направления, в которых мы должны двигаться. Но не только направления. Есть уже определенные достижения. В том числе и в докладе нашего университета. Они были изложены, и доклад был встречен очень хорошо аудитории. Для чего же нужны эти сети 2030? Для чего нужны сети связи пятого поколения? Мы сейчас все говорим цифровая экономика. Но иногда не отдаем себе полного отчета, как мы можем ее построить. Но есть уже общепринятое мнение в мире, да, и у нас в том числе, что основой для построения эффективной цифровой экономики являются как раз такие сети. Сети с утромалыми задержками, в которых роботы смогут выполнять операции синхронно, в которых на первый план выйдет взаимодействие человек-робот, а не машина-машина или человек-человек.